Всем привет, с вами Ржи, 74-й, мы продолжаем проходить Готику 2 Ночи Ворона, и мы перешли на пятую главу, которая называется Отплытие. Так, мы должны тут... Ну, знаете потом, что мы должны. Сначала давайте похвастаемся Лорду Хагену. Рудников. Гаронт не сможет покинуть замок, пока осада не снята. Черт! Если Гаронт не способен справиться с ситуацией, я должен взять управление в свои руки. Кучка орков не остановит меня. Только не меня! Я уже отдал приказ своим людям. Мы готовимся выступать. Мы все отправимся туда. Я оставлю только минимальную охрану на корабле. Это должно быть достаточно, чтобы, наконец, разделаться с этими орками. Ну, вот. В чем-то порадовали, а в чем-то огорчили. Видите, тут уже отряд паладинов, вот они уже собираются... Стараются... Блин. Так, у меня ровно, что ли, это не выбрано. Так-с. Нам сейчас надо в монастырь. Так, может, Ментон что-нибудь нам скажет? Я убил всех драконов. Правда? Значит, есть еще проблеск надежды на горизонте. Теперь все, что до вас остается, это отрубить голову злу. Если ты действительно сделал это, мы обязательно победим в этой мельне. Кому? Мне? Тебе, конечно же. Кому же еще? О, надо ману покачать, или новое заклинание изучить. О, не ныша. Ну, и на оставшиеся... Я хочу... Прокачать себе. Так-с. Восемь у меня осталось. Я больше ничего. Че, уже очень магический. Ё-мае, тогда куда мне, скажи, тратить оставшиеся восемь очков? Может, потому что он просто не мастер такой? Ладно. Пошли, теперь Акару еще скажем. И мы обо всем узнаем. Да прям не обо всем, конечно. Все драконы мертвы. Это воистину хорошие новости. Но это совершенно не меняет наше положение, которое кажется безнадежным. Ищущие все еще не ушли. Скорее наоборот. Я слышу все больше и больше сообщений о том, что за последние несколько дней их численность даже увеличилась. Уничтожение драконов нанесло врагу серьезный удар. Но этого недостаточно. Нам нужно вырвать это зло с корнем. Хм, типа как растение, да? Корень, это, не вырвешь, он будет все время разрастать и разрастать, да? Я говорил с драконом. Что они сказали? Они все время говорили о Силии хозяина и о том, что он находится в чертогах Ердората. Да пребудет с нами Инос. Черный храм восстановил свою силу и теперь отправляет своих приспешников в наш мир. Что такое эти чертоги Ердората? Восточный храм вызова бога Белиара. Всего на земле Миртаны, их четыре. Но этот, вероятно, самый ужасный храм из земли. Около сорока лет назад северные и западные храмы этого ужасного божества были уничтожены. Мужественные рыцари того времени отдали все, чтобы сравнять эти величественные сооружения с землей. Тогда черные орды врага были бессильны против превосходящих их мужеством и числом рыцарей и паладинок. Было бы несложно уничтожить и оставшиеся два храма, чтобы избавить землю от зла навсегда. Но после того, как пал второй храм, они просто растворились. Растворился. Целый храм. Да, точно. Не смейся. Ситуация серьезная. Чертоги Ердората действительно восстановили свою силу и теперь врага будет победить очень трудно. Поэтому сначала ты должен найти этот храм. И я думаю, это будет твоя следующая и самая тяжелая задача. Посмотрим. В книгах Сардаса, которую считали потерянной, где она? Я ожидал, что ты спросишь. Но боюсь, она будет бесполезной для тебя. Она закрыта при помощи магии. Я отнес ее в один из наших подвалов, но сколько мы не пытались открыть ее, все тщетно. Этот проклятый Ксардас сыграл с нами грязную штуку. Могу я увидеть эту книгу? Будь моим гостем, но я представить себе не могу, что тебе удастся преуспеть там, где потерпели поражение величайшие маги нашего монастыря. Но все же ты можешь попытаться. Таламон не будет препятствовать тебе. Та-дам! Отправляемся немедленно в подвал. И берем эту книгу, которую нам надо было отдать Пиракару, чтобы он согласился участвовать в Круте Солнца, чтобы починить Голосы Носа. Я его, кстати, восстановил, ведь посыпал давнее с Каменным Драконом. Он же потерял свою силу. Но его уже восстановил. О, и надел. Итак, пошлите в подвал. Тебе нельзя идти дальше. Поворачивай назад. Пиракар сказал, что мне можно взять книгу Ксардаса. Ну, если он это сказал. Хорошо, ты можешь войти. Книга, которую ты ищешь, находится вон там, на алхимическом столе. Спасибо. Так, где-то дал химический стол. Нет, не он. Тогда вот здесь. А, вот он. Такс. Направляемся к Ксардасу теперь. И видим Лестера. Давайте с ним поговорим. Где Ксардас? Он ушел, а его башню заняли эти демонические создания. Я думаю, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь шарил в башне в его отсутствии. Куда он отправился? Он не сказал. Он только попросил меня передать тебе это письмо. Я прочел его. Извини, мне было просто любопытно. И? Не знаю, я ничего не понял. Но мне ясно одно. Ксардаса мы теперь увидим нескоро. Я думаю, здесь стало слишком жарко для него, и он направился в горы. Спасибо. Сейчас почитаем это письмо. Вот оно, тут написано. Я полагаю, что один из драконов в долине родников являлся источником зла. Я ошибался. Если все прошло так, как я предполагаю, ты сейчас должен искать чертоги Эрдората. В книге, что ты отдал пирокарусу, держатся все необходимые тебе ключи. Я должен был догадаться, почему ищущие ей так хотели заполучить ее. Должен вернуть ее себе. Эту книгу открывает слова Харар Бендардо. Никому не говори об этом. А мне сейчас ждут более важные дела. Я не смогу помочь тебе в твоей последней задаче. Только ты можешь уничтожить источник зла. Мы еще встретимся в Сарбас. Все, мы теперь знаем, как открывается книга. Харак Бендаро. О, книга открылась. Там внутри лежит письмо и ключ. Да, мы... Так, где-то... Вот, наверное, оно сообщение. Блин. Может, это... Тоже не то. Вот. Тут написано. Лампа несет свет нижним уровнем. Странно, да? Что-то... Такая хрень какая-то непонятная. Как всегда, какие-то загадки. И какой-то странный ключ. Еще старый. Теперь вы поняли, что делали ищущие в доме Усикоба. Они искали эту книгу. Вот что они подразумевали в этих словах, что они ищут что-то. Ну что ж, на этом я заканчиваю свое прохождение. Спасибо за просмотр. Комментируйте и пока.